Наталья, здравствуйте! Итак, целый большой фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья, с участием таких детей. Какова его предыстория, как фестиваль создавался и кто будет принимать в нем участие? Ну, надо сказать сразу, что это вообще первый фестиваль такой, то есть это для нас большое такое событие, очень чудесное событие. Предыстория такова. Директор этого центра Ольга Константиновна Богданова вместе со своими ребятами, они принимали участие в аналогичном московском фестивале. Но они принимали участие там вне конкурса, то есть их просто пригласили. Ну, пригласили поучаствовать, попробовать свои силы. И есть такой момент, что там вот на фестивале семейных театров на московском, там были, ну, скажем так, обычные семьи. Обычные семьи, ну, где ребята полностью здоровы. И наши вот ребятишки, которые приехали, вот принято считать, говорить, дети с ограниченными возможностями здоровья. На самом деле, что называется, возможности безграничны. Они просто покорили своим талантом, своим желанием выступать. И вот это вот своей энергетикой они покорили зрителей, жюри покорили. И вот на такой волне, когда вернулись назад, домой, в Архангельск, решили, почему бы не попробовать, почему бы не сделать у нас вот такой вот фестиваль. То есть в нем будут принимать участие и дети, и взрослые, их родители? Да, принимают участие как сами дети, таких родителей, так и сотрудники реабилитационных центров. То есть будет не только Архангельск, будут и из других реабилитационных центров области, фестиваль областной. А как вы считаете, как специалист в теме социальных вопросов, зачем нужны такие фестивали? Зачем людям приходить на такие спектакли? Во-первых, чтобы нам всем стать чуть-чуть добрее. Мы все находимся, может быть, сейчас такое время, что мы все немножко как бы, закрыты такой броней. Ну, то есть время тяжелое, у всех проблемы и так далее. И люди закрываются, зажимаются, какая-то вот такая, может быть, озлобленность появляется и безразличие. А вот эти фестивали, вот такие выступления, они искренние, они доходят до души. То есть, ну, скажем так, интуитивно чувствуешь, что вот хочется стать другим, хочется стать лучше, хочется стать добрее, искреннее. И когда смотришь, вот, то, как играют эти ребята, то забываешь о том, что это дети с инвалидностью. Мы были на генеральной репетиции как раз вот этого «Золотого ключика-2», но это просто было невозможно оторваться. Это настолько вот, настолько классно они играли, это просто вот как по-настоящему. То есть это важно понимать, что такие спектакли — это не только возможность самореализации для детей. Это не только, да. Это возможность пожалеть, что называется, но и самому обогатиться. Нет, жалости тут вообще никакой быть не должно, абсолютно. Это именно, чтобы вот самому обогатиться, это, скажем так, такой душевный обмен и, ну, улучшение себя, в общем-то, ну, как личности. Может быть, громкие слова, но тем не менее это так. То есть, и посмотреть, на что действительно способны другие, ну, нет, мне кажется, это просто замечательная идея. Ну, тоже некая точка роста, да, для нас, внутреннего роста. В статье приводится цитату самой Ольги Богдановой «Мечту выступать на сцене, наши дети выстрадали». Что означают эти слова? Ну, когда мы общались с Ольгой Константиновной, она рассказала довольно-таки интересную историю. Скажем так, я тоже задавала этот вопрос, откуда вообще взялась эта мечта выступать на сцене. И она рассказала, что вот много лет назад она отправила своих детей в Подмосковье. Там есть, ну, совминовские дачи, то есть у нее какие-то там личные договоренности, человеческий фактор сработал. И дети поехали вместе со своими родителями и плюс сотрудники центра. Дача замечательная, место замечательное, зеленое, то есть солнечное, озеро огромное, хорошее. То есть настроение прекрасное. Плюс были экскурсии по Москве, то есть они там ездили, не знаю, там по музеям, там просто по городу гуляли. И их как-то вот пригласили в театр. Просто прийти посмотреть спектакль. Да, прийти посмотреть спектакль. И они, конечно, обрадовались, тем более, что это был большой театр. То есть это мечта, скажем так, для любого человека, наверное, попасть, который из провинции приезжает. Тем более для ребенка, который, в общем-то, ну, так много где бывал. И вот Ольга Константиновна рассказывает, что как она обрадовалась за них, за своих ребят, как они там собирались, на каком подъеме там они там, ну, я не знаю, выбирали наряды, может быть, там что-то еще. Ну, обычные вот такие вот сборы в театр. Все-таки дети. И когда им позвонили из театра, ну, буквально на следующий день сказали, ну, мы вас, конечно, пригласили, но всех своих ребят не везите. То есть те, которые на колясках, и те, которые не очень выглядят, вы их оставьте. То есть вот, вы слышите такое? Не мешайте людям отдыхать. Не мешайте людям отдыхать, что называется, да. Ну, естественно, это стало вот… Ну, это обидно. Это обидно, да, это вот такой вот, ну, просто неприятный. По сути удар. По сути удар, да. Никто из ребят не поехал, то есть отказались все. Отказались все. Да, отказались родители, дети все отказались. Но вот, как говорит сама директор Ольга Богданова, то, что с тех пор у нее в голове появился какой-то пунктик, связанный с театром. То есть она захотела, чтобы вот ее дети все-таки поверили в себя, потому что, и чтобы другие увидели, что ее дети, они особенные, в том плане, что они талантливые. Вот кому-то препятствие мешает, а кого-то делают лучше и сподвигают на новые. Да, да, можно и так сказать. То есть это стало вот таким отправным, ну, скажем, моментом, вот для того, чтобы появился такое, ну, скажем, театральное направление в центре Богдановой. Наталья, ну а как Вы считаете, почему такое происходит, произошло? Вот от чего такое отношение? Чего нам не хватает? Ну, всем нам, я уже сказала в самом начале, всем нам все-таки не хватает доброты. Не хватает доброты, не хватает, может быть, какой-то искренности, чистоты. И, может быть, мы редко видим вот таких детей, таких людей, да? А если видим, то как-то, может быть, стараемся там, не знаю, вернуться или еще что-то. Ну, то есть вот нет этого принятия. Что нужно изменить каждому из нас? Что нужно изменить государству? Нет, изменять, конечно. Что нужно изменить в самих, может быть, людях с инвалидностью, чтобы не было вот этой стены? Изменяется и уже сейчас изменяется. Вот, допустим, тот же фестиваль, о котором мы сейчас говорим. В центре Богдановой до этого был первый кинофестиваль. То есть ребята сами, у них своя студия, они сами снимали мультики, замечательнейшие мультики. И вот эти мультики показывали. То есть любой желающий мог прийти и посмотреть. У нас в области, в Архангельске, вернее, в Северодвинске проходит замечательное совершенно мероприятие. Ну, скажем так, мероприятие «Красота без границ». Где принимают участие вот тоже люди с инвалидностью, люди с ограниченной возможностью здоровья. То есть это и дефиле, и фотографии. То есть показывают себя во всей красе. То есть вот именно свою красоту, душевную красоту, которую ничем не скрыть. И, кстати, тоже в декабре будет «Красота без границ». То есть при помощи вот таких социальных проектов можно добиться толерантности, которую вы тоже пишете в статье, и, в общем-то, понимания, взаимного понимания и взаимного уважения. Да, да. Мне кажется, что если бы еще для людей с ограниченными возможностями здоровья создавались хорошие условия для жизни, если бы они могли спокойно передвигаться по улицам, заниматься спортом, тоже спокойно попадать, в любое помещение, находить работу. Когда бы они чаще появлялись на улицах, да, они сидели бы заперты из четырех стенах. И изменилось бы соотношение их самих к себе, и, соответственно, общество бы тоже менялось. Будем надеяться, что все пойдет именно в таком случае. Потому что, как говорится, все люди рождены равными, все люди имеют право на счастье, и кто-то с инвалидностью, кто-то без инвалидности. И нельзя делить людей инвалид, не инвалид, тем более, когда речь идет о ребенке. Мы пожелаем удачи ребятам. Фестиваль как раз в эти часы проходит. Да. Пусть у них все получится, пусть принесет им очень-очень много радости. Наталья, я благодарю вас за интересный рассказ. А сейчас прошу поведать нам, какие еще интересные статьи можно прочитать на страницах свежего номера «Правда Севера». Наш выпуск за 2 декабря, он практически полностью посвящен продовольственной безопасности. То есть буквально на первой странице мы начинаем вести разговор о запрете третских продуктов по поводу помидоров, которые исчезнут, в прилавках не исчезнут. То есть такая интересная дискуссия, которая, кстати, в среду у нас была продолжена на открытой площадке. Это наш такой проект «Правда Севера». И к нам приходили тоже заинтересованные люди, специалисты из торговли, из Роспотребнадзора, отовсюду. И обсуждали эту тему. Поэтому была в прямом эфире. Я думаю, кто хотел, посмотрел, кто не успел, посмотрит записи. То есть тему эту мы продолжаем, ведем. И она действительно такая вот интересная и, что называется, слободневная. Но особо любопытным мне кажется материал Олега Маглича «Архангельские напитки для космонавтов, солдат и полярников». То есть речь идет о таком препарате, как адаптом, такой сухой порошочек, что называется, сухие соки, сухие напитки. И вот для нас, для всех, когда Олег съездил туда, повстречался с людьми и рассказал нам о том, что есть вообще такая штука, что называется, для всех было удивительно, потому что, оказывается, космонавты на орбите пьют вот эти вот напитки, которые производятся в Архангельске. Ну вот об этом, чтобы так не рассказывать все, заинтриговать читателей, можете почитать прекрасный совершенно материал. Как всегда, познавательно-образовательный разворот законы «Мы» тоже, мне кажется, тут каждый найдет что-нибудь интересное почитать. Тем более, что есть и рубрика «Вопрос-ответ» «Платить ли за капремонт нанимателем». Тут, в общем-то, такой тоже интересный момент есть. Ну и чтобы, скажем так, отдохнуть, настроиться на выходные, на 20-21 полосе у нас такой культурный праздник. То есть тут интервью с Катариной Чен. Это солистка оркестра Норвежского театра оперы и балета. Она приезжала в Архангельск. И такая легкая, изящная рецензия Елены Ирхи, нашего автора, на премьеру с Купой, которую показали в театре драйма. Что ж, Наталья, я благодарю вас за полезную информацию. Буду рада видеть вас вновь в этой студии. Спасибо. У нас в гостях была журналист областной газеты «Правда Севера» Наталья Порохневич. Я же с вами прощаюсь и желаю хороших выходных. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»